На повестке дня предлагается следующий вопрос. По повышению правовой культуры избирателей Кингисевского муниципального района путем организации различных форм взаимодействия участников векторовного процесса глава муниципального образования Кингисевского муниципального района и город Кингисев, Александр Сергеевич, о создании музея избирательного права и политических технологий Орлов Мирозадимирович и об опыте применения в итоге к обучению основы избирательного права на территории Нурадской области Скоропогада Владимирович Александрович. Я рад всех вас приветствовать на данной встрече. Действительно, уже 20 лет как новая Россия находится в избирательном процессе. Начался он с 1995 года, когда по новому законодательству в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления, законом об общих гарантиях избирательных прав, прав на референдум в соответствии с институцией Российской Федерации, мы в эту году в Европу вступили. В качестве юриста и в качестве политического консультанта, непосредственно сам участвовал в избирательных кампаниях. В результате вот этой общественно-политической деятельности возникают различные вопросы. Особенно это касается вообще отношения к самим выборам. И учитывая то, что, будем говорить так, мы всегда находились в определенном окружении мнений, и когда дорога осваивалась, избирательная дорога, политическая дорога осваивалась, и когда мы шли к новым рубежам, когда мы достигали новых целей, то эти цели давали реализовывать другие экономические и политические задачи. За 20-летний период, вот те законы, о которых я говорил, но не касаясь, конечно, Конституции меньше, а вот эти два закона базовые, об общих принципах организации местного управления и гарантии избирательных прав на референдум, носились соответствующие коррективы, которые учитывали вот те негативные аспекты, которые касаются избирательных процессов. Второй аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это аспект, который связан с непосредственным участием. К сожалению, так получается, что Россия всегда и очень часто являлась, так сказать, страной, где успешно протекают процессы в том случае, если право стыкуется со справедливостью. Поэтому, понимая эти вопросы, и вот с Павел Васильевичем мы это обсуждали, и с другими, так сказать, товарищами мы эти вопросы осуждали, у нас возникло такое желание влиять на эти процессы положительно, позитивно, конструктивно. Таким образом, ну, одним из таких вопросов, которые будут сейчас озвучены непосредственно уже, так сказать, председателем избирательной комиссии, это вопрос, идея такая у меня возникла с моими товарищами, создать институт, который будет отображать, рассказывать и показывать вот избирательный процесс во всех его проявлениях. Какие задачи ставятся перед данным институтом? Перед данным институтом ставится та задача, о тех проблемах, о которых я говорил. Первое, это активизировать на территории Ленинградской области участие граждан непосредственно в выборах. Очень часто получается так, что чем ниже уровень выборов, в плане, чем ближе выборы к народу, тем меньше явно. Поэтому активизировать эту часть непосредственно для того, чтобы граждане участвовали в избирательных процессах, избирали власть, это один вопрос. Второй вопрос, это, конечно, пропаганда и показывать непосредственно преимущества, а не только недостатки нашей избирательной системы. Вот я могу вам привести такой пример. Вот на выборах президента Соединенных Штатов Америки было зафиксировано 10 тысяч нарушений избирательного законодательства. Много об этом говорилось вообще на средствах массовой информации, в Европе, не в Европе, нигде не говорили. Но это факт. И об этом факте говорят соответствующие официальные, уважаемые источники. Представьте себе, если бы у нас, в Российской Федерации, были бы такие массовые нарушения. Но я думаю, что демократы всех мастей и либералы, со всеми оттенками, они бы тут уже кричали со всех угол. Вот для того, чтобы нам нести просветительскую функцию и осветить это, мы должны показывать не только нашу систему, не только нашу избирательную систему, но и в сравнении с другими избирательными системами показывать, что все-таки мы по многим вопросам, я могу вам сказать, и как юрист, и как политолог, и как руководитель, что по многим аспектам избирательной системы сегодня Российской Федерации является пионером и примером и для европейцев, и для других стран. Музей избирательных технологий, он как раз и будет создан для того, чтобы в разрезе показать все эти вещи. Третье, для чего он должен быть создан, я как вижу, я считаю, что это общеобразовательная подготовка, просветительская деятельность. То есть на базе музея, мы разработаем концепцию, предложим ее, утвердим, там будут размещаться различные экспозиции, которые будут говорить о тех избирательных процессах, которые проходят в Ленинградской области. И на их примере, сравнивая это с другими, так сказать, коллегами, с другими участниками, как в других регионах проходит, и как проходит в других странах, мы будем видеть в конечном итоге, как у нас эти процессы происходят и развиваются. Он может стать обучающим центром и для представителей всех уровней избирательных комиссий, и непосредственных участников выборов, это и политические партии, и общественные объединения, и сами кандидаты по соответствующей программе, которая может быть в процессе, так сказать, развития музея подготовлена, могут воспользоваться этими программами и в соответствии с дешевым законодательством, как я образно говорю, совершить конкурентные действия в политическом пространстве, стать кандидатом, а потом стать депутатом того или другого уровня. Иван Иванович уже практически рассказал, для чего нужно этот музей. Естественно, для того, чтобы каким-то образом помыслить правовую культуру избирательную, для того, чтобы мы проживая, прежде всего проживая на территории Кенгисепского муниципального района, мы могли понимать, а как все-таки вот эта избирательная система зарождалась не только в период, скажем, нашего становления, последнего становления России в последние 20 лет, но как это происходило в советское время, как это было до октября 2017 года, это все очень интересные вопросы, которые как раз и на допотражение тех экспозиций, которые были представлены данным музеем. Мы должны его создать. Я думаю, что у нас все получится. Вчера вот говорили не просто так, а на фоне примеров, на фоне разработок, когда можно использовать и презентации различного вида, что такое выборы, что такое пассивно-активное избирательное право и так далее, и так далее. Вот именно с этой точки зрения. Самое главное, что мы здесь с учителями, с преподавателями сходимся в едином направлении, что учить надо. У нас проводятся оригинальные репиаты школьников и учащихся в системе начального и среднего профессионального образования по избирательному праву. Она проходит у нас с 1998 года и приезжает сотни ребят, которые выбирают тему... Значит, которые выбирают тему реферата, пишут исследования по тому или иному направлению избирательного права, избирательного процесса, анновации по избирательному праву и избирательному процессу. И очень серьезные разработки. И там, где ребята очень серьезно вникают в эту тему, с ними просто приятно разговаривают, представляют все районы Денинградской области, но Кембисевский район должен постоянно присутствовать. Но хотелось, чтобы на этой олимпиаде сделать двухэтапное. Первое, сначала, чтобы каждая школа поставляла свои и районные этапы провести, а потом победителя районного этапа отправлять на областную. Очень надеемся, что команды от всех муниципальных районов будут присутствовать. Ну, что от Кембисевского района будет команда. Это будет точно уже в этом году, в прошлые годы, не баловать нас своим присутствием. Вот сейчас надеемся на то, что это такое интересное мероприятие, когда молодые люди в различных формах, в форме ДВН, в форме докладов, ну, таких, знаете, не только, как мы привыкли, а в форме оценки всех вопросов избирательного права, но высказывают свое мнение.